Продолжение следует... Продолжение следует... Мы уже несколько раз задавались такие вопросы, провести вебинар о дифференциальной диагностике умственной отсталости и задержке психического развития, как это сделать. Поэтому вот в этом сезоне мы завершим цикл именно таким вебинаром. У меня большая просьба, так как я вижу, что темы, вот эти две темы, аутистические расстройства и задержки, вообще интеллектуальные нарушения, наиболее такая востребованная тема, потому что большое количество участников всегда. Пожалуйста, по ходу нашего сегодняшнего вебинара и мне на почту, можете на WhatsApp, присылайте ваши заявки на курсы повышения квалификации и на вебинары, вот такие одноразовые. Ну, они все равно у нас взаимосвязаны, потому что у нас уже был с вами вебинар по аутистизму. Вот, и чтобы уже спланировать и разработать мероприятие на следующий сезон, пожалуйста. Так, вот вопрос мне задали, Лариса Петровна, как не потерять все ваши ссылки, которые вы даете в виде вебинара? Ну, дело в том, что это мои презентации, они в доступе у вас сейчас. Как сохранить, честно говоря, ну, там есть иконки, а как сохранить наши записи, я, честно говоря, еще не пробовала, поэтому подсказать вам пока ничего не могу. Это к организаторам, пожалуйста. Ну, и давайте, у нас сегодня тема такая достаточно серьезная. Немножко повторим, вы знаете, что я начинаю вебинары с определений, и разберем один конкретный случай, длительный случай, лонгитюдное исследование было. Сейчас идет также наблюдение за этим ребенком. Как выстраивался вот этот алгоритм развития коммуникативной сферы, прежде всего, потому что мы с вами будем сейчас об этом говорить, что на первом месте, конечно, у детей с ранним детским аутизмом и с аутистическими, вообще с расстройствами аутистического спектра, на первое место это коммуникация, социальная адаптация, поэтому, конечно же, направлено это было на эти два фактора. Ну, и аутизм, расстройство, которое связано, прежде всего, почему я написала, психологического развития, но имеется в виду мышление, память, внимание, речь и так далее. Нарушение речевой функции и социальная адаптация, хотя правильнее, конечно, социальная адаптация с самого начала, она не может развиваться, потому что нет предпосылок. На что обратить внимание родителям уже в раннем возрасте, особенно до трех лет, потому что много раз я вам говорила на всех своих вебинарах, чем раньше мы определили причину тех нарушений, которые мы видим, тем будет у нас более эффективное лечение, коррекция, развивающие занятия дадут свой определенный эффект. То есть обязательно, что же мы обращаем внимание, причем эти симптомы уже до года мы с вами можем на это обратить внимание. Не смотря в глаза близким людям. Ну, почему близким людям? Потому что, конечно же, первое общение у нас все-таки с близкими людьми. Ну, и у меня сейчас, я уже говорила, очень хороший пример. Например, это моя внучка Есения, ей 6,5 месяцев, и, конечно же, вот эти, опять у меня идет повторение возрастной психологии, а без знания нормальной возрастной психологии, то есть с нормальным развитием ребенка, мы с вами понять причины и понять проявление, увидеть проявление никогда не сможем. Так вот, пожалуйста, что делает обычный ребенок в 6,5 месяцев? Смотрит на игрушки в глаза близким, особенно мамы и папы. Мама больше всего проводит, папа все оставшееся время, когда приходится работать. Смотрит, улыбается, улыбается во весь рот, смеется, не только на улыбки окружающих, но и уже на какие-то, ну, жесты, ну, вот, знаете, коза, да, что там, похлопали во ладоши. Смотрит на игрушки. Если игрушка начинает, тут пальчиковые у нее, очень много игрушек на пальчик одевается, да, куколки вот эти. И очень внимательно смотрит. И если игрушка начинает с ней разговаривать, голоса мамы, то ребенок, естественно, улыбается. Ребенок с расстройствами не улыбается в ответ на улыбки окружающих. Ну, отклик на свое имя Есения начался давно уже, уже несколько месяцев. То есть она поворачивает головку, сейчас поворачивает уже и туловище в эту сторону, он переворачивается на животик, если не видно родителей или бабушек, которых у нее очень много. А вот здесь ребенок не откликается на свое имя. Он случайно поворачивается на имя, когда взрослый к нему обращается. Игрушку взглядом не провожает. То есть он берет игрушку, но может ее болтать, но не с целью извлечения звука, двигать ее не с целью увидеть какие-то детали, переворачивать. Зачем снимает ребенок носочек с лапки своей задней, с ножки? Да для того, чтобы носочек рассмотреть, пожевать, помахать им. Ну и заняться другим носком, когда это надоедает. Показывает пальчиком ребенок обычный. Мы сейчас с вами до года, соответственно, вот этим симптомом проходимся. Показывает на игрушку, указывает игрушку пальцем. Уже поднимает ручку, если игрушка движется в ее сторону, чтобы схватить ее. Следует за жестами окружающих, за игрушкой, за движением на улице. Уже замечает большие предметы за стеклом. На улице очень внимательно смотрит вокруг себя. И если какой-то предмет начинает двигаться, двигается следом за ним. Не только взглядом, а если взгляд уже закончился, то переворачивается в эту сторону. Здесь ребенок не следит. Как будто бы взрослых нет, вообще нет живых вокруг него. У него все достаточно хаотично. Он не фиксирует внимания ни на чем. Хотя бы уже возможно это делать месяцев с 3-4. Обнимашки. Но обнимашки будут чуть-чуть попозже, ближе к году. Но сейчас очень положительно ребенок реагирует на то, что мама его ласкает, поглаживает, демассирует его. Делает любые жесты, которые будут приятны ребенку. Ну и просится на руки ребенок. Очень активно уже куксится и тянет уже ручки. Вот все, что где-то от полугода до года формируется уже как действие, уже постоянное, в данной ситуации не наблюдается. Поэтому вот это, пожалуй, первые симптомы расстройства, на которые мы с вами должны обратить внимание. Это запомните. И до года вот это обязательно проследите. Похожие расстройства могут наблюдаться у ребенка, которого не любят, не ласкают, не заботятся о нем. Просто вот не формируется. Сейчас вот опять вопиющий случай. Найден ребенок в квартире 7-летний, не умеющий разговаривать, не умеющий общаться. Сейчас их называют ребенок Маугли, хотя не совсем правильно. Маугли все-таки полностью скопировал животных и поведение животных полностью усвоил. Поэтому естественно, что у меня там два суфлера ходят, маленьких, хвостатеньких. Вот поэтому, естественно, что коррекция этого ребенка будет чрезвычайно затруднена. Почему я начинаю вот именно до года обращать вот на это внимание? Потому что, к сожалению, выросло количество родителей, которые предпочитают ходить по специалистам, собирают все консультации, но ни одной рекомендации, которая им дается на консультации, не выполняют. Не выполняют. Этому несколько причин. Незнание, нежелание, неспособность. Потому что есть категория родителей, которые вроде бы как ухаживают. Сказали пойти к психиатру, пошел к психиатру. Ну, что психиатр сказал, так как я не понимаю, ну, естественно, что я не могу выполнять это. Ну, вот я здесь детально расписала. Почему, опять же, детальные симптомы? Потому что мы должны с вами за что-то зацепиться. За что-то зацепиться. И, естественно, что должны мы с этим работать в коррекционном плане. Поэтому, естественно, что если у ребенка присутствуют эти симптомы... Так, я отвечу на вопрос, Татьяна Вячеславовна, Татьяна Николаевна, чуть попозже, когда по теме это будет хорошо. Потому что я буду говорить о методах и технологиях, как нужно работать. Вот на примере Елизы, которая консультировалась у меня далеко не один год. И мы имеем положительные достаточно результаты. Сейчас девочке уже почти 9 лет. И наблюдала я ее с 3,5 лет. Ну, вот смотрите, видите, на лица и так далее. То, о чем мы сейчас с вами говорим. Все это настолько ярко, настолько заметно, что не обратить на это внимание нужно постараться. То есть не обращать внимания на это. Обязательно. Ну, и здесь все то же самое, что мы говорили выше. А вот тогда, когда от года до трех начинают формироваться основные все функции, то есть как раз сенситивные периоды по развитию образного мышления, по развитию речи, по развитию функций внимания, памяти. Это от года до трех. Здесь, естественно, что усложняются симптомы, потому что усложняется деятельность самого ребенка. И, соответственно, симптомы будут следующими. Так, воспаление ушек. Хорошо. Так, ну, смотрите, нарушение взаимодействия. Мы говорим, что ребенок начинает взаимодействие. Закончился первый период, то есть тогда, когда важным является именно эмоциональное общение с мамой. И сейчас начинается процесс общения, то есть процесс взаимодействия дополнительно, то есть не просто общение «дай, дай, на, возьми», но и именно общение в плане игровой деятельности. Начинается формирование игровой деятельности, манипулятивной и дальше, дальше, дальше. Дальше у нас идет образная игра, да, тогда, когда образы какие-то существуют, ну, а дальше сюжетно-ролевая, когда формируется у нас уже сюжет и распределяются роли. Причем роли могут быть как реальные, так и сказочные, так и придуманные самим ребенком. Я просто приведу вам пример. Вот один ребенок в 5 лет играет и все время произносит слово «бомбеньги». «Бомбеньги», 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 «вперед» и так далее. Ну, и спрашиваю, что такое «бомбеньги». Ну, вот сейчас для себя сами ответьте, что такое «бомбеньги», а я вам дам расшифровку этого неологизма. Это, ну, здесь мазь приходит, потому что очень сходно, да, по названию была такая, потому что этот ребенок уже давным-давно взрослая женщина. И, оказывается, «бомбеньги» – это такая подводная лодка, которая не только может плавать, но у нее сбоку выдвигаются ноги, и она ходит по дну. То есть видите, вот насколько серьезно уже с «бомбеньги» у нас тут ситуация. Ну, и симптомы, на которые мы будем обращать внимание, потому что до года, ну, родители вроде бы считают маленький ребенок, они принесли совершенно беспомощную ребятешку из роддома и не всегда успевают за тем ростом, который наблюдается до года. Ну, вот от года до трех уже есть возможность сравнивать с другими детьми, потому что детки начинают взаимодействовать, и все чаще и чаще звучит вопрос, а сколько вашему ребенку лет? И, естественно, мама, задавая такой вопрос, начинает невольно сравнивать, что умеет тот ребенок, чего не умеет мой ребенок. Нежелание контактировать с окружающими. Вы вспомните своих деток, окружающих малышей, внуков у кого есть. Что? Тянется ребенок. Ребенок, который нормально воспитывается, опасаться окружающих, даже незнакомых не будет. Он какое-то время будет присматриваться, увидит, что никакой опасности человек, собственно говоря, от него не исходит опасности, и он будет постепенно-постепенно формировать взаимодействие. Ну, или начинает из-под лоби все время смотреть, но, тем не менее, заинтересовываться окружающими, особенно каким-нибудь человеком, которому сразу ребенок не идет, но он изучает его, и изучив, они могут стать самыми большими друзьями. Причем это касается в большей степени взрослых людей. К малышам ребенок в большинстве случаев, если правильно он воспитывался до года, он очень активно идет к окружающим его детям. Ему хочется взаимодействовать, он видит такого же по росту, и делающего то же самое, что хочет делать он. Появляется сосредоточенность на одном предмете. В чем это проявляется? У нормального ребенка. Есть ли сосредоточенность на одном предмете, и почему у ребенка с аутистическим расстройством это есть? Ребенок с нормальным типом развития, он активно изучает все новое, что вокруг него появляется. Пробует на зуб, пробует на растяжимость, стукает, обнимает, если это мягкая игрушка, гладит, облизывает. Все свои органы, ощущения он пускает в дело. Здесь нет. Здесь у него есть какая-то игрушка, к которой он привязан. Но вот слово привязан здесь не совсем правильно, потому что привязанность – это чувство. Чувства нет. Здесь просто ему попалась однажды эта игрушка, и менять что-то он не хочет. И вот он эту игрушку, у него забрать эту игрушку практически невозможно. Или он сосредоточен на предметах каких-то однотипных. У меня приходила на консультацию девочка, Сонечка, и она собрала у меня все карандаши, все фломастеры, они у меня стояли в больших таких ведерках, и раскладывала их. То есть сосредоточенность, и она везде берет только карандаши и фломастеры. И даже с собой карандашики родителям приходится с собой брать. Появляются стереотипно действия, как у Сони, я вам говорю, она их просто раскладывала. И вот смотрите, ребенок 2-3 года, вот тоже, да, с нормальным типом развития. Большая-пребольшая книжка. Это моя дочь, я учусь в медицинском институте, была огромная книжка, литма на оперативной хирургии, около 3000 листочков, очень большого формата от 3-го. И ребенок, чтобы ее занять на полчаса, то и на час, нужно было достать с полки эту книгу, которую весело очень так прилично, положить на диван, и ребенок перелистывал. Вот я вам здесь написала длительное листание книги. Вот чем отличалось листание книги этого ребенка от листания книги именно ребенком с аутистическими расстройствами? Ребенок с нормальным типом рассматривал картинки. Только там картинки были черно-белые, на картинках были изображены этапы операции, оперативной хирургии, то есть то, что делает хирург операционный. Разглядывание было, сравнение было. Здесь ребенок сосредоточен на перелистывании, равномерном, аккуратном перелистывании. И забрать у него книжку эту невозможно. Невозможно. Начинается та самая реакция визжания, которая характерна для этих ребятишек. Даже яркие картинки не заинтересовывают ребенка. Еще раз говорю, это чисто механическое перелистывание. Ребенок, который вот в этом же возрасте любит перелистывать книжки, или он смотрит картинки, задает вопросы. Если это какая-то сказочная книжка, то он начинает разговаривать или как герой, или рассказывать эту сказку, которую ему понравилось. Я помню, был такой очень интересный эксперимент. У нас детей было в свое время очень много среди наших знакомых. И они все практически были одного года. Первые дети. Ну и Вероничка у нас в год и восемь, они почему-то все очень рано начали разговаривать и разговаривать очень хорошо. И когда приходили гости, была у нее книжка про утят. Ну, сказки. Короткие стихотворения. И она очень четко проговаривала стихотворения, потому что с ней эту книжку много раз читали. Переворачивала страничку и рассказывала следующее стихотворение. Выходила очень так серьезно, как будто бы ребенок читает книжки. И вот этот фокус-фокус удавался практически всегда, когда приходили к нам люди незнакомые. Это дочка моей хорошей подруги. И было так достаточно смешно смотреть на их недоуменные взгляды, что ребенку нет двух лет, а ребенок читает. Понимаете, вот я почему вам говорю, нормальный темп развития, нормальный тип развития, и аутистический. Здесь этого нет. Включение-выключение света может быть. Если однажды ребенку показали, и он это зафиксировал, то здесь, конечно, сложно. Это к вопросу, чего не надо делать, тогда, когда ребенок, у ребенка подозревается этот диагноз. Не надо ни в коем случае этого делать. Ну, и я здесь немножечко с вами заторможу, чтобы больше вы поняли, на чем было основано те методы, которые использовали мы в отношении Лизы, коррекционно развивающие. Вот та самая, ну, говорят, они все перфекционисты. Нет, они не перфекционисты. Они, это поведенческая реакция, реакция так, чтобы все лежало на месте, потому что ребенок очень ограничен в своих контактах с окружающим миром. Не только с людьми, вы понимаете, но и с предметами. И у него вот это обозрение, оно вот такое, оно скрыто. То, что там вот за, вот у лошадок есть шоры, когда они бегут, в паре, там, в тройке, и мотивают шоры, чтобы они не видели, что делает другая лошадь, чтобы она не копировала ее поведение и не понесли, они не начали кусаться и так далее. Вот здесь наблюдается то же самое. Раскладывает по размеру, чтобы все было разложено у него. Вот здесь, конечно, вот опять, почему я фиксируюсь на этом симптоме, потому что вот на, вот этот симптом нужно раскрыть эти шоры, чтобы ребенок видел немножко дальше. То есть количество предметов должно быть значительным. Значительным. Для чего значительным? Для того, чтобы вот это общение с окружающим миром через предметы становилось все шире и шире. Предпочитают одиночество. Но здесь нужно быть очень внимательными, потому что есть такая категория детей, которые любят сидеть отдельно и заниматься своими делами и не очень любят вот это самое общение, на которое мы пытаемся провоцировать. Повторяющееся движение. Развитие речи. Вот здесь, понимаете, вот тоже парадоксальное развитие речи. У Лизы речь прекрасно была развита. Как речь, собственно, как словарный запас, но не как средство для общения. Дальше. На следующее. Ну вот три показателя, соответственно, которые мы, собственно говоря, и будем выстраивать ту диагностику и коррекцию, которая нам необходима. Отсутствие стремления к социальному взаимодействию, неумение и отсутствие желания – это разные вещи. Нетипичное или проблемное общение ребенка со взрослым, потому что определенная категория детей с аутистическими расстройствами, она хочет общаться. Хотят эти дети общаться со сверстниками, со взрослыми, но не знают, как выстроить свои отношения. Сейчас вот одного мальчика мы как раз наблюдаем, у которого легкая достаточно степень аутистического расстройства. Он хочет общаться, но у него не получается. Он не знает, ребята не понимают, что он хочет, потому что он не умеет этого делать, не может сформировать те необходимые навыки, которые в подростковом возрасте необходимы. Стереативность движения ограничена с круга интересов. Но опять же по поводу интересов. Наличие познавательного интереса свойственно детям только с легкими формами аутистических расстройств. Более усложненные формы, они, к сожалению, не способны интересоваться, они привязываются к какому-то действию или к каким-то предметам. Ну и по поводу диагностики, что необходимо, как она проводится. Диагностика, естественно, это наблюдение, это выявление вот тех стандартных симптомов, которые более свойственны для детей с расстройствами аутистического спектра. Ну и инструментальные методы, да, электроэнцефалограмма, МРТ, дуплера, графия сосудов, опостредованно могут сказать о том, что есть нарушения в определенных структурах головного мозга. Чего-то единого, каких-то критериев инструментальных у этих детей, свойственных данному или характерных для данного типа расстройств, не наблюдается, к сожалению. И как любые, ну психиатрия, она вся такая наука, которая связана вот именно только с наблюдательными методами, экспериментальных каких-то методов, к сожалению, нет. Необходимо исключить, вот вы задали вопрос, что были, оказывается, больные ушки, ребенок плохо слышал. Естественно, что была выраженнейшая, скорее всего, приотития интоксикации, это мне задали вопрос, был выставлен диагноз аутистических расстройств, а у девочки были нарушения со стороны органов слуха. Поэтому, естественно, что мы должны обязательно провести консультации всех узких специалистов. Решает вопрос о наличии или отсутствии данного заболевания. Решение только комиссионно осуществляется, то есть все специалисты дают свое заключение, и дефектолога нет. Так, сейчас как работать с этим? Сейчас мы с вами будем рассматривать, как работать. Ну, причиной фактора риска, я думаю, если время останется, мы вернемся к этому. Ну, вот смотрите, вот сейчас мы переходим к тому, на что обращать внимание, когда выставлен диагноз. Мы говорили о подозрении на диагноз, но нам все-таки необходимо работать с таким ребенком, именно работать с этим ребенком. Как вы задаете, Надежда Дмитриевна, вопрос, как работать к воспитателю с таким? Но первая группа не попадает в образовательное учреждение, эти дети не формируют, как вы видите, потому что главным симптомом патопсихологическим является отрешенность. Он живет в своем мире, где-то, где-то в глубоком-глубоком, может быть, лесу, в подводном мире. Сложно сказать, потому что на общение, на коммуникацию этого ребенка совершенно спровоцировать невозможно. Так, дальше. Вторая группа. Ведущая – это отражение реальности. И вот здесь мы можем уже работать с такой категорией детей, которые относятся ко второй группе, потому что идет отвержение реальности. И раз идет отвержение реальности, значит, мы потихонечку должны проникать в ту реальность, в которой он живет. Здесь наблюдение. Наблюдение не одним разом должно заканчиваться. Это наблюдение как минимум несколько месяцев, когда мы четко определяем, какие есть привязанности у ребенка, какие игрушки он выбирает, потому что есть категории игрушек, с которыми он общается. Общается молча, общается рассматривая, может быть, просто, но тем не менее, это те игрушки, которые он держит в своих руках и получает от них информацию. Тактильную информацию, визуальную информацию. Если игрушка говорит что-то, значит, и аудио-визуально у нас будет вместе. Поэтому, естественно, здесь мы должны наблюдать и потихоньку, потихоньку. Ребенок вот этой группы не ищет контактов с окружающим миром. Окружающий мир ему частично попадает в поле его ощущений. В поле его восприятия. Поэтому, чем больше игрушек, чем больше тактильно разных по форме, по цвету, по звукам, если ребенок воспринимает звуки, вот здесь количество должно быть значительным. Но не значительным сразу же, а значительным становится это постепенно. То есть постепенно мы добавляем в поле зрения этого ребенка, вот я вам говорила, что у него поле зрения вот такое. Значит, непосредственно перед глазками ребенка должен появляться тот предмет, которому он испытывает, ну, не могу сказать еще раз, говорю, заинтересованность, но во всяком случае какое-то влечение у него в данной категории предметов есть. И чем больше вот этих ощущений зрительных и тактильных он будет иметь, тем, естественно, больше будет контактов с реальностью существующей. Потому что вот через этот барьер отвержения реальности нужно проходить очень и очень деликатно, потому что ребенок очень и очень восприимчив к изменениям окружающего мира. И в случае, если мы будем очень грубо нарушать эти границы, мы получим реакцию, вообще ребенок замкнется и не будет с нами даже пытаться контактить. Ну, вот в третьей группе симптома, прочитаете, является замещение, то есть та деятельность, которая необходима в этом возрасте, сенситивный период формирования этой деятельности, мы должны понимать, что он замещает тем, что ему привычно. Я уже вам говорила о том, что ребенок с аутизмом очень похож на человека без кожи, то есть он полностью воспринимает вот те ощущения болезненно, которые обычные дети воспринимают или даже на них не реагируют. Поэтому, естественно, что в данном случае мы должны замещать постепенно то, к чему он привык. Похоже, вот понимаете, весь процесс здесь очень длительный, и если он играет с какой-то игрушкой, ну, не играет, естественно, игры как такового у этого ребенка нет, но он во всяком случае контактирует с этой игрушкой, нужно подобрать игрушку похожую, но чем-то отличающуюся от этого. Ну, если мы, например, будем формировать гигиенические навыки, потому что эти дети могут уже формировать и не только гигиенические навыки, но и навыки социального поведения, значит, мы можем, например, такую же игрушку и надеть на нее какие-нибудь ботиночки. То есть если он, потому что я знаю, что у многих детей с аутистическими расстройствами есть проблема привыкания к новой одежде, к новой обуви, как ко всем новым предметам. Поэтому здесь что-то мы берем из, может быть, одежды. То есть, опять же, наблюдаем за ребенком, и если мы видим, что основное у него это неприятие и полностью замещает общение именно с общением, контактированием с какой-то определенной игрушкой, то, естественно, что с этой игрушкой мы можем что-то делать. Ну, например, у него есть какой-то мишка, я образно говорю. И к этому мишке, на эту мишку ночью мы привязываем бантик. Маленький бантик, который, может быть, смотрим на реакцию. Реакция будет не хорошая. Она может быть достаточно выраженной, негативной. Но дело в том, что упорство и труд все перетрут. Значит, на следующее утро он просыпается, и на мишке опять бантик. Этот же самый. Понимаете? То есть вот здесь нужно замещение постепенно. Потом бантик будет, когда он привыкнет к бантику, а он привыкает к бантику. Только это нужно систематически делать, чтобы он просыпался и видел этот бантик. Сначала он сорвет, выкинет мишку. Но вот здесь от степени перевязанности к этому мишке будет зависеть, как он будет реагировать дальше. А дальше бантик меняется, добавляется шапочка, ботинки. То есть мы одеваем мишку так же, как одевается он. Поверьте, эффект от этих занятий очень-очень большой. Ну и четвертая группа, которая формирует произвольное поведение. Ну, у них очень низкая работоспособность. Они очень быстро утомляются эмоционально и физически, интеллектуально. Дело в том, что они кажутся, что они... Вот понимаете, вот не надо вот этот миф, то, что дети с аутистическими расстройствами, они гении. Они не гении. Просто-напросто освобождено место в коре головного мозга, которое позволяет от общения. Вот объем вашей информации, которую вы получаете в течение суток, если ее очень много, к вечеру ваша голова гудит от этого. Так вот, что-то добавляется извне, то, естественно, что ребенка голова тоже начинает гудеть. Здесь нет лишней информации, потому что он не воспринимает эту информацию, не потому что он физически не может, но потому что формируется такой... Извините. Такой синдром, при котором невозможно вот это общение с окружающим миром. Поэтому, естественно, что интеллектуал, интеллект – это совокупность знаний всех, опыта, умений, навыков. Поэтому, естественно, что здесь нет. Просто вот эта функция, которую он выбрал для себя по какой-то причине, вот он ее и совершенствует. А здесь самое главное – это ранимость. То есть здесь деликатность в коррекционной работе должна быть на тысячу процентов. То есть мы деликатно должны подходить. Если ребенок не хочет чего-то на данный момент, и он проявляет негативную реакцию, нельзя ни в коем случае эту реакцию останавливать какими-то разъяснениями, наказаниями. К сожалению, родители с детьми с такими «ты что придуряешься? Сейчас накажу». Ребенок не понимает этого. Он не слышит и не видит. Он слышит и видит только угрозу. И если это делает мама, а мама, к счастью, в большинстве случаев является тем мостиком между реальным миром и миром аутичного ребенка, разрушается. И ребенок замыкается, потому что четвертая группа – это четвертая группа. Они способны, но это не значит, что им это внушается, преподается, формируется и так далее. Нет. Здесь необходима деликатность. Так, вопросы. Ребенок 5 лет занимается только за руку воспитателя. Ребенок 5 лет занимается в детском садике, только держась за руку воспитателя. Родители стараются адаптировать его в социум. Некоторые реакции на другие становятся более адекватные. все специалисты стараются индивидуальное общение с данным ребенком. Ну, здесь смотреть надо внимательно, потому что не совсем Татьяна Викторовна похожа на аутистическое. Здесь зависимое поведение. Почему зависимое поведение? Здесь нужно очень детально рассматривать, потому что на аутистическое расстройство это не тянет. Так, что-то у меня убегают ваши вопросы диагностикой. Ей советуют дефектолога. Ну, естественно, по поводу Елены Николаевны, по поводу атита у ребенка, который не был диагностирован. Ну, естественно, ребенок не слышал, ребенок испытывал боли, и поэтому, естественно, что сейчас есть задержка психического развития. Логопед, потому что ребенок не формировал речь, потому что он был тугоухим. И я думаю, что эффект будет достаточно хорошим. Так, синдром Аспергера. Алена Витальевна, это вопрос или что? Вот, Алена Витальевна, конкретизируйте, что вы имели синдром Аспергера. У кого это? Так. Сейчас, Лиза, сейчас до Лизы дойдем. Саду и специалистов. Ну, если... Вот как раз я сегодня пытаюсь конкретизировать именно для родителей, для педагогов, которые работают, потому что те, кто работает с этой категорией детей, понимают, что это самая сложная категория детей с аутизмом, с алалиями, с мутизмом. Это самые трудные категории, которые сейчас, ну, корректируются, но не излечиваются, это естественно. Советуют воспитателям не часто менять яркие цвета. Ну, во-первых, у воспитателей, у педагогов должен быть определенный дресс-код, это обязательно, потому что ребенок не должен рассматривать наряды воспитателя, а должен изучать и весь окружающий мир. Алена Витальевна, синдром Аспергера. Ну, синдром Аспергера, это больше четвертая группа, в большей степени четвертая группа. Ну, да, потому что у четвертой группы это, скажем так, легкая степень аутистического расстройства, но может быть выставлена третья. Слепота и аутизм. Слепота, да, но здесь слепота, мы вот в прошлый раз говорили, когда ЗПР изучали, что здесь задержка идет соматогенного происхождения, и аутизм здесь нужно смотреть, потому что у меня в тактике таких случаев не было. Так, может ли ребенок вести себя агрессивно? Да, конечно. Елена Николаевна, дело в том, что ребенок воспринимает окружающий мир, особенно это третья и четвертая группа максимально, когда они ранимы, мы с вами сказали, является ранимость. Он ощущает агрессию со стороны, а агрессия может быть все, что угодно, он естественно, что реагировать будет тоже агрессив. Так, у нас времени не так много отходимым, но вот я вам хотела показать, что вот как я себе представила однажды аутизм, когда только-только у меня появились такие детки, с которыми я начала работать. Это нормальный тип развития ребенка. Это ребенок с аутизмом. Закрытый домик, зашторенные окна, где-то в какой-то лесной чаще, который, видите, ведет маленькая, заросшая, очень какая-то такая, с камешками тропинка. То есть, продраться через все вот эти заросли бывает очень сложно, но тем не менее, это домик, там кто-то живет. Ну и на примере Лизы. Лиза пришла ко мне первый раз на консультацию, ей было три с половиной года. у ребенка диагноз аутизма не был поставлен еще на тот момент, потому что они ходили и все пока еще говорили, что мама, вы слишком много преувеличиваете, ребенок у вас прекрасно разговаривает, но не все специалисты педиатры, естественно, работают с аутичными детьми, психиатры ее как-то не направляли, потому что ребенок вроде как маленький, а Лизу отличало именно безупречное произношение слов. С первого же раза ребенок произносил как эхололия у нее это было, но тем не менее, она повторяла все самые сложные слова, мы специально там экзистенциализм, эквивалентность и так далее, она повторяла сразу же, правильно, четко, чисто. Поэтому педиатры, психолог не обращали на это внимания, и вот они три с половиной года пришли ко мне. Как ведет себя аутичный ребенок, когда приходит незнакомое место? Естественно, с криками, с воплями, раздеться мама так и не сумела ее. Что увидела я? Ребенок, который прижимается к маме, не смотрит на окружающий мир, не смотрит на маму, не смотрит на меня, на свое имя реагирует только тогда, когда ее зовет мама, то есть я говорила Лиза, она не реагировала, когда мама говорила Лиза, Лиза поворачивалась к ней, но глаз не поднимала. Ребенок, у меня совмещенный был кабинет и большая игровая комната со множеством всяких интересных вещей, но ребенок туда не пошел, обхватила маму и тянула ее к выходу ближе. Я поняла, что на этом этапе я не могу работать с ребенком, не причиняя ему травм, но я поняла, что общение с мамой и общение с близкими людьми, с сестренкой, с папой и с котом, у нее есть определенное. она реагирует улыбкой на игру кота, это со слов мамы, потому что я ее естественно не видела, но мама говорит, что когда с котом играет сестренка, она улыбается, смотрит на это. Я поняла, что мама не принимает болезнь ребенка, но понимает, что ребенок болен. И первый месяц, они приходили два раза в неделю ко мне, занятия отличались тем, что Лиза стояла у мамы, но мы постоянно разговаривали с мамой. Я, естественно, за Лизой наблюдала. Какой Лиза не раздевалась. В какой-то момент, спустя полтора месяца, было уже тепло, было дело к весне, и в кабинете было достаточно жарко. Лиза обратилась, подергала маму, чтобы мама, вероятно, уже понимала, потому что для меня это было только подергивание. Мама сняла ей курточку и шапочку, но Лиза также стояла около мамы, несмотря на окружающее ее пространство. Хотя в окружающем пространстве много таких пятен определенных, которые заинтересовывают детей, в частности, интерактивная доска, игры различные, и аквариум тогда у меня стоял, небольшой, но с очень красивыми, яркими рыбками. прошел еще месяц, мы с мамой выстраивали вот эти отношения по принятию мамой своего ребенка. И самое главное, что необходимо было давать Лизе определенную самостоятельность. С чего с вами? Вы знаете, с мелочей. Когда они пришли ко мне, мама одевала на нее абсолютно все. а Лиза безвольно просто стояла, даже не поднимая руку, когда мама одевает ей курточку. И когда мама одевала варежку, она варежку вот так к ней подносила и ждала, когда Лиза поднимет руку, чтобы засунуть руку в эту варежку. Понимаете, на это ушло больше месяца. То есть, вот этот зимний период, когда они ходили ко мне, в конце концов, Лиза поняла, чего от нее требуется, и стала ручку вкладывать, но все равно ей нужно было помогать, потому что процесс одевания у Лизы вообще не присутствовал самостоятельности никакой. Была проблема с едой, но еду мы решили пока оставить на тот начальный период в покое, потому что ребенок, ему нужно питаться адекватно. У нее был ограниченный круг блюд, которые она ела с удовольствием, ну, скажем так, с удовольствием. Удовольствия у Лизы я первый год не видела на лице вообще вот это выражение удовольствия, не было ни разу, да, вот этих эмоций, удивление, там, ой, как хорошо, вот таких вот, да, вот ярких мимических выражений не было у нее, к сожалению. Но постепенно все это нарастало. Через полгода, полгода они ходили ко мне. Был летний период, наступил, нужно было ехать на море, и родители очень боялись, что первый раз ее вывозили, что она будет там вот эти, ну, скажем так, неадекватно поведенческие реакции проявлять. Они очень этого боялись. Да, первые два дня там самолет она перенесла вполне адекватно, сидела просто, то есть окружающего мира для нее не существовало, то есть она села с любимой игрушкой, которая у нее была, и весь полет прошел благополучно. Когда они прилетели туда два дня, была проблема с питанием, потому что ребенок не ел, потом все-таки нашли блюда похожие на те, которые она ела. Дома они были в санатории, вот, и на море ребенок чувствовал себя очень хорошо. Она перебирала камешки, выискивала их по форме одинаковой, складывала в кучки. Это был прогресс, то есть ребенок уже на новом месте среагировал, контактируясь с окружающим миром, и нашла себе новое занятие. Понимаете, то есть это тоже прогресс, что нас, в общем-то, нацелило на работу. У меня за эти месяцы ничего не делалось. Единственное, чего мы добились, что она стала раздеваться, когда заходила в кабинет. Я к ней не подходила, понимая, что это будет провоцирование реакции. Она несколько раз обошла, дошла до шкафа, но на шкаф не посмотрела, вернулась к маме. Когда они вернулись, четыре года ей исполнилось, я положила на стол игры, пазлы, знаете, такие логические пазлы. Очень яркие, с хорошим принтом и коробки, просто коробочку. Лиза обратила внимание на эту коробочку. Видно было, что она заинтересовалась этой коробочкой, потому что она несколько раз подходила к ней, шага два делала, трогала ее рукой, но когда я хотела достать, она закричала. И вот тогда я поняла, что нужно готовиться именно до того, как Лиза придет. И коробочку эту я открыла, и вы знаете, потрясающе, вот что и наводит на мысль, что это дети какие-то особенные. Там нужно было собрать цифры, центральная часть, цифра определенная нарисована. Почему цифры? Потому что со слов мама она очень любит цифры, на тот момент любила цифры. и она собрала моментально. То есть к цифре 1 нужно было пазл собрать, где одна там божья коробка, где 5 предметов грибочки и так далее, и так далее, и так далее. Она собрала очень быстро. А потом начался у нас уже процесс. Она заходила, достаточно быстро раздевалась, вот, и, соответственно, быстро мы начинали занятия, именно в том плане, что она сразу же шла к столу, брала эти цифры и проговаривала. Один, два, а мы как эхололия говорили ей, божья коробка, 5 грибов, 3 девочки, и она начала за нами повторять. Почему для нас это было радостно, потому что она услышала меня, не маму, а именно меня, но я не подходила к ней. Потом у нас состоялся, это тоже где-то месяц, и количество игр мы расширили, но любимая оставалась все-таки у нас цифровая эта вещь. Ну, и потом мы пошли в игровую комнату с мамой, далеко от порога мы не зашли, через месяц она самостоятельно в присутствии мамы стала перебирать песочек, у нас две песочницы с подсветкой и стандартная, но игрушки не трогала. Прошел еще месяц, это четвертый год ее жизни, прошел еще один месяц, она подошла стоящему в углу бассейну с шариками. Еще раза, два, три, когда она приходила, она просто стояла, потом взяла один шарик в руки и ходила с этим шариком по комнате. Понимаете? То есть я расширяю ее диапазон, то есть мой кабинет, я стала частью ее мира, частью ее реальности. Ну, а потом она залезла в бассейн, она начала не играть, но перебирать кубики, у нас большие кубики есть, концом четвертого, вот этого четвертого года ее жизни, я имею ввиду занятия со мной, но она еще параллельно ходила, естественно, в центре реабилитации детей-инвалидов, занимались они постоянно дома. вот, и окончание четвертого года ее жизни и полуторалетнего работы со мной, она позволила мне снять с нее курточку, она сама зашла в игровую комнату, она к этому времени уже оставалась там самостоятельно, и она взяла вот эти маленькие игрушки, и две игрушки в одну ручку, во вторую ручку, и отнесла их в песочницу, и где-то минут 15 она в этой песочнице играла. Так, мальчик с именно аутизмом в одной группе был просто закрыт, его могли наказать, а за что наказывать, Елена Николаевна, аутичного ребенка за что наказывать? За то, что он, к сожалению, болен, общаться он не будет, и правильно, на имя он не откликался, на имя начнет откликаться, когда это будет систематически этим человеком имя произноситься. Вот тогда он будет реагировать на вашу речь, именно на вас, когда вы называете его имя. А наказывать ребенка, воспитатель, который работал с этим ребенком, это очень сложно. Так, извините, посещать весь день. Если ребенок может, вот, а Лиза в пять лет она пошла в специализированную группу, ну, постепенно, три месяца продолжался период адаптации, а потом она была там весь день, когда они там находятся, и большая победа наша была через полгода, в пять с половиной лет, когда она песенку спела, причем очень чисто, хорошо, и рассказала стихотворение на новогодней йоге. Да, отрешенно еще от окружающего мира, но тем не менее, тогда, когда ей сказали Лиза, расскажи стихотворение, Лиза начала рассказывать стихотворение, когда они мне прислали видео специально для меня снято, знаете, честно говоря, я плакала, потому что Лиза, очарование сплошное, а вот, дальше, да что такое у меня, не могу я вас, так, что-то, у нас есть мальчик агрессивный, ребенок с расстройством переходный период стал агрессивным, как правильно реагировать на агрессию, но Татьяна Николаевна, я не могу вам сказать, потому что, что сделала его агрессивная агрессия, это реакция, на что у него такая реакция, если это ребенок с аутизмом, то здесь нужно смотреть, я не могу вам сказать, данных недостаточно у меня, спасибо вам за то, что вы мне говорите, слава, благодарности, вам тоже спасибо большое, девочка 5 лет, аутизм, ходит в детский сад, один год, трудности приучения к туалету, ходит в штаны, не спит, кровати не лежит, как приучить, так, ну, дело в том, что, естественно, что памперс должен быть, если она ходит в штанишке, но здесь, понимаете, вот ребенка с аутизмом, он очень четко и следует режиму, правилам, этих правил должно быть очень мало, но очень четко они должны быть, ну, когда ребенок ходит в туалет, вот просто-напросто, я понимаю, что это нагрузка на воспитателя, на нянечку, дай бог им здоровы, чтобы они продолжали с этим ребенком работать, но четко сажать по времени на горшочек, здесь то, что вы в садике можете, быть, ну, а приучение к горшку, это, естественно, что приоритет родителей, они должны это делать, так, мальчику 12 лет, на перемене стоит у стены, как солдат, не реагирует на перво, так, не дает устных ответов, что за расстройство, психиатру, отправляйте к психиатру, аутистическое расстройство какого-то спектра не выносит к ревизе аутизм, но дело в том, что это может быть ситуативное аутистическое расстройство, так что здесь инсультация психиатра, так, строят рожицы, гримасничают, улыбки не к месту, ну, так, второй класс, ну, вот тут опять, Вера Викторовна, недостаточно данных для того, чтобы хотя бы приблизительно на причину выяснить, почему девочка такая, поэтому не могу ответить, если хотите, пожалуйста, мне более подробное представление психолога, педагога, отправьте на почту, и я постараюсь вам индивидуально ответить, так, шесть лет память, проходит третья группа, описание диагноза нет, никуда не обращается, так, девочки, я вам несколько раз повторяла, Наталья Алексеевна, для вас персонально, вы становитесь в этом случае дятлом, и долбите, долбите, долбите это дерево, чтобы червячка поймать, вот, собственно говоря, чем вы будете, пока вы не достучитесь, потому что сами вы диагноз поставить не сможете, это нужно, так, нарушение у Лизы было в коммуникации с другими детьми, так, у Лизы страха как такового не было, и Лиза хотела общаться с детьми, со взрослыми нет, с детьми да, но умение, вот именно общения, у нее, она не знала, и дети от нее отодвигались, но однажды на наше занятие пришла моя студентка, вот человек, действительно, которому дано, и вы знаете, она видела Лизу первый раз, Лиза видела ее тоже первый раз, но Лиза уже оставалась в игровой комнате одна, и тут мы с мамой решили, что, я говорю, Розалия, зайди, пожалуйста, там, а она работает с такими детьми, она с даунами, с аутизмом работает, она моя студентка, и на тот момент она уже специалистом была, она зашла, мы ожидали реакцию, но реакции не произошло, они сидели полчаса, играли в кубики, играла Розалия, Лиза наблюдала, то есть такое вот возможно, но с детьми она не могла, так вызывали, так что страха Лиза не испытывала, тут немножко другой порядок, так, собираются отправить, значит, так, как можно работать с такими, прибыть, Елена Николаевна, я с вами согласна, это вот то самое инклюзивное образование, обучение, которого не должно было быть, вот в таком виде, в котором оно есть, здесь группа минимальная должна быть, 5-6 человек с аналогичными расстройствами, здесь, конечно, я не знаю, как индивидуальную работу построить, нужна здесь только индивидуальная работа, в группе работать очень сложно с ними, так, как в одной методике, ну, дело в том, что поощрение этим детям не нужно, у них мотивация совершенно другая, поэтому насчет поощрения, я не знаю, нет, два раза в неделю, Татьяна Вячеславовна, я работала с Лизой, потом они стали приходить уже ко мне через два года, один раз, потому что Лиза уже пошла в детский сад, и было очень сложно, определенная работа, такой ребенок, если уходит в большую группу, индивидуальную работу построить практически невозможно, это будет, да, будут шаги вперед, но очень-очень маленькие, только индивидуальная работа, игрушки, не радости, не злости, вот, совершенно верно, вот вы говорите, когда произносили, вы много-много раз его имя, то это действительно прогноз сомнительный в отношении этих детей, как будет дальше развиваться, сложно сказать. Ну, дело в том, что нет, к сожалению, групп с детьми с аутизмом, и, ну, более правомочия, там, где дети с интеллектуальными нарушениями, там больше как-то подходит, но не хотят обращаться к специалисту, но это главная проблема наша. Так, Алена Витальевна, у нас здесь что-то скрепит зубами, что-то говорит сама, просто набор. Ну, ритуальное поведение, вы путаете, ритуальное поведение, стереотипи, ритуал, это больше для невротических расстройств, но не для этого. Так, вопросы, если возникают, пожалуйста, то время мы уже наше свое выбрали, пожалуйста, вопросы задавайте на почту, в WhatsApp, если есть, только просьба, представляйтесь. Большое вам спасибо, жду вас на своем вебинаре по дифференциальной диагностике. Спасибо. Спасибо.